Лекции профессоров из ведущих университетов Европы, научные доклады, образовательные сессии. Вот как проходила Международная школа математических и вычислительных основ программной инженерии. С утра в течение четырех часов у студентов проходили лекционные занятия, а после обеда столько же времени занимала практическая деятельность с использованием суперкомпьютерных ресурсов университета. Все очень хорошо организовано. Много оборудования, хорошие аудитории, очень хорошие конференц-залы. Мне очень понравились лекции, которые я посетил. Особенно одна, которую читал профессор Радченко, о использовании определенных сервисов в распределяющих системах. Студенты были очень заинтересованы и рады получить информацию о том, что это может быть сделано таким простым способом. Открытие проекта состоялось 15 мая при поддержке Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮРГУ. Основная задача школы – это развитие международного сотрудничества в рамках аспирантуры и PHD образовательных программ между российскими и европейскими университетами. Профессора и аспиранты из зарубежных университетов приехали в ЮРГУ, чтобы поучиться чему-то новому в области программной инженерии. Также гостей познакомили с университетом. Естественно, все наши гости получили полное представление о нашем университете. Мы свозили их в музей университета. Мы показали им наши вычислительные ресурсы, наш суперкомпьютер. Мы показали им ведущие лаборатории наши по автоматизации промышленных процессов по измерительным системам. Мы показали им город, провели экскурсию по центру города, показали им парк Победы вместе с выставкой военной техники Второй мировой войны, чем они были действительно очень поражены. Это уникальная выставка. Участие приняли шесть стран – Россия, Финляндия, Германия, Великобритания, Иордания и Дания. Несмотря на то, что школа направлена на участниках проекта, лекции также могли посещать и студенты ЮРГУ. На заключительном этапе прошла конференция, на которой аспиранты представили свои исследования. А по окончании международного проекта Erasmus+, участникам вручили сертификаты о повышении квалификации.